Если говорить то, за что меня покупают, то, честно сказать, в первую очередь, конечно, это искренность, открытость, это драйв, это профессионализм. И когда это все вместе, то действительно удается сделать так, чтобы участники не просто научились, а чтобы они захотели что-то изменить в своей жизни. И для меня самое главное, что на тренинге я живу. И действительно, знаете, мне удается сделать так, что то, какая я в жизни и то, какая я со своими участниками, это совпадает. То есть, по сути своей, да, роль тренера очень близка к моей роли чисто человеческой. Официальное доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Рад вас видеть. Меня зовут Юлия Яковлева, старший тренер-консультант компании CBSD. Если говорить о том, какие тренинги любимые и, наверное, какие больше всего покупают, то здесь есть два направления. Первое, наверное, то, которое сейчас пользуется большей популярностью, это развитие управленческих навыков. И как раз вы видели элементы тренинга, как раз ключевые навыки руководителя. Чем больше вы приобретаете навык, тем больше вы переходите в уровень неосознанной компетентности. Вы все руководители, опыт у вас разный, но если он есть, то у вас в любом случае есть вот эта самая неосознанная компетентность. Здесь есть тренинг, который касается именно ключевых навыков, когда мы говорим, например, о функциях руководителя. И действительно здесь целевая аудитория основная, это, например, middle management. И как раз этой аудитории язык находится очень быстро и получается действительно для них полезно. И я получаю огромное удовольствие от работы с ними. И придумайте имя прилагательное, которое будет начинаться на первую букву вашего имени и будет характеризовать вас как руководителя. Мое имя Сергей, поэтому я буду сочувствующим. И я буду пытаться прояснять, какие сложности возникают у моих подчиненных. Второе направление тренинговое, которое тоже очень хорошо удается и которое тоже я очень люблю, это тренинги, которые касаются повышения навыков личной эффективности. Какие? Time management получается, да? Stress management. Time management. Здесь, с одной стороны, можно подойти к нему как к тренингу, который касается действительно развития, ну, например, навыков ежедневного планирования. И когда мы подходим к этой теме, на самом деле, несколько более глубоко, потому что, как я могу быть эффективным сегодня, если я не до конца понимаю, а зачем мне это нужно? Stress management, да? Очень сложная тема. Почему? Потому что мы, конечно, бизнес-компания, мы проводим бизнес-тренинги. Если говорить о stress management, то, конечно, в основном мы рассматриваем управление собой с позиции именно я в бизнес-процессе. Но ведь здесь, опять же, мы понимаем, что на то, какой я в бизнес-процессе, насколько я эффективен, влияют очень многие факторы. И если, например, у меня есть какие-то собственные личные глобальные проблемы, которые реально начинают влиять на работу, то недостаточно будет просто, например, ну, эффективного руководства со стороны руководителя или там просто удачного, хорошего помещения. Очень важно, чтобы люди после тренинга имели мотивацию к тому, чтобы что-то менять. И поэтому, наверное, это в первую очередь мотивирующее мероприятие, а потом уже мероприятие обучающее. Поэтому мы говорим о том, что профессионализм тренера – это очень важно. Его взаимодействие с группой очень важно. Я искренне считаю, что он должен проживать жизнь вместе с группой искренне, и тогда достигается эффект. Тогда действительно есть такая эмоциональная подстройка. Тогда действительно это участникам становится полезно. Продолжение следует...